Декрет номер 3, пожалуй, самый обсуждаемый документ в нашей стране. Первоначально крайний срок уплаты так называемого налога по тунеяству был до 15 ноября 2017 года. Но, как часто бывает с новыми законами, учли не всё. Многих декретниц, студентов и предпринимателей, что называется, по ошибке занесли в список должников. Сейчас, чтобы избежать таких оплошностей, с 1 декабря 2018 года работает база данных тех, кто не занят в экономике страны. Её главная задача – оповестить о том, что люди включены или не включены в базу. Узнать такую информацию можно, придя в службу «Одно окно» с паспортом. Здесь выдается логин и пароль. С их помощью на едином портале электронных услуг можно узнать, есть ли вы в списке незанятых в экономике. Сейчас уже 51 человек из Октябрьского района Гродно обратился в службу «Одно окно». Специалисты отмечают, это упрощает работу и позволяет составить полную и точную картину. Кроме этого, обратиться за консультацией можно лично на приёме комиссии или отправить электронное обращение. Последний вариант подходит и для тех, кто сейчас живёт за границей. Согласно постановлению Совета Министров, с 1 января те граждане, которые включены в список граждан, не занятых в экономике, и являются основными квартиросъёмщиками, по полному тарифу будут оплачивать горячее водоснабжение. Поэтому обращаемся ещё раз. До 21 января вы можете обратиться в комиссию лично, написать электронное обращение или по телефону, чтобы подтвердить свою занятость и таким образом быть исключённым из базы граждан, граждан, не занятых в экономике. Редактор субтитров А.Сёмкин